Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз я делал обзор на LED-сборки от компании Акваксер. И некоторые пользователи написали мне в фейсбуке и непосредственно здесь, на ютюбе, о том, что в принципе для них эта тема достаточно актуальна и стоит ее развивать. Поэтому в сегодняшнем видео я бы хотел вам показать вот еще две LED-сборки. Каждая из них тоже на 30 ватт, но они слегка отличаются от тех, которые мы рассматривали в прошлом видео. Смотрите, сейчас у меня в руках 30-ваттная LED-сборка с мягким свечением. 2800-3200 Кельвин и с углом рассеивания в 170 градусов. Значит, эта сборочка, как и сборка в прошлом видео, она идеально подходит для травников, так как выдает спектр, максимально приближенный к солнечному свечению. Чем интересна эта сборка? Светодиодная сборка, в отличие от прошлой, у нее немного больший угол рассеивания. И эта светодиодная сборочка, она предназначена для высоких аквариумов, для того, чтобы пробить столб воды и, соответственно, хорошо осветить дно. То есть, осветить те растения, покровные растения, которые находятся на дне. Значит, о том, что диод, по сравнению с обычными лампочками, намного экономнее, говорить не буду. Я думаю, все вы уже это прекрасно знаете. И о том, что диод намного долговечнее, тоже говорить не стану. Хочу сказать следующее. Как и в прошлом видео, эти две сборки предназначены для того, чтобы собрать у себя дома полноценный светильник. И, конечно же, вам для этого понадобится, как минимум, алюминиевый радиатор, для того, чтобы охладить всю систему. Так как я уже проверял, сборочки достаточно сильно нагреваются, и от этого никуда не деться. Тот, кто работал светодиодом, прекрасно знает, что, как минимум, радиатор в любой LED-сборке, он необходим. Значит, сейчас мы подключим ее, вот эту сборочку, к питанию, и посмотрим, какой же спектр свечения она выдает. Вот, пожалуйста, сами видите, какой мягкий свет. Ну вот, при сильной концентрации камера, конечно, у меня слегка бликует. Ну вот, я поднял сейчас на высоту где-то сантиметров 60 от стола, и вы видите, практически бликов нет. В прошлых обзорах задавали мне вопрос, почему так идут такие волны. Друзья мои, это никак не проблема светодиода. Дело в том, что любая камера, а сейчас она у меня работает на частоте 30 кадров в секунду, любая камера, если она не настроена в такт с обновлением частоты мерцания светодиода, она будет бликовать. Я думаю, все, кто в теме, понимают, что ни одна светодиодная лампочка не выдает ровного постоянного свечения. Она выдает его импульсами. И вот, соответственно, отсюда и блики. Ну вот, еще одна сборочка, друзья мои. Этот раз сборка на 6500 Кельвин. Тоже 30-ваттная сборочка. Она предусмотрена для аквариумов без растений и в аквариумах с растениями. Если, например, мы собираем сборочку вот такую, у вас большой аквариум, берем, скажем, еще одну фито-сборку, да, которая вот дает чисто фиолетовый свет. И, соответственно, цепляем еще вот такую, для того, чтобы, ну, в аквариуме нашему глазу не было все красным. Вот, значит, эта сборка полностью аналогична той, ну, то, что здесь немного не так распаяно все, что это, как бы, ничего не означает. Она полностью аналогична, тоже 30 Вт. Единственная разница с этой сборкой, угол рассеивания у нее 120 градусов. И она выдает холодный свет. 6500 Кельвин. Давайте проверим. Пожалуйста. Я думаю, всем вам видно, да? Вот, поднял я над столом ее сантиметров 80 сейчас, вот, для того, чтобы вы просто понимали, как эта сборка освещает. И вот я резко отключаю, вот, чтобы вы понимали, насколько яркий она выдает свет. Значит, друзья мои, если вы решили собрать себе самостоятельно светильник, то советую вам обратить внимание на такие сборки, потому что здесь уже обмонтированы драйвера. Фактически сюда ничего больше вам докупать не надо. Вы просто берете несколько таких сборок, берете алюминиевый радиатор, и, ну, чем, конечно, больше вот таких сборок будет на радиаторе, ну, придется, наверное, тогда подсуетиться установкой кулера. Если же их будет несколько, то, в принципе, я думаю, алюминиевый радиатор вполне справится с отводом тепла. Значит, ну, и вот, друзья мои, я еще заказал, мне просто было интересно, вот, в какой корпус это все можно уложить. Если, например, те сборочки, которые я показывал в прошлом видео, можно вставить просто в обычный корпус от обычного прожектора диодного, то, как бы, с этой сборкой не все так просто. И вот, друзья мои, мне прислали вот такой вот корпус. Значит, вы здесь видите светоотражатель. И здесь корпус, вот он имеет вот такую вот резиновую прослойку для того, чтобы герметизировать саму вот эту плату и не дать возможности попадания влаги сюда. Значит, собирается все это очень легко, вот таким вот образом. Сейчас, минутку. Я немного неправильно припаял, конечно, это все, но... Вот, вот таким вот образом. И выводится... Вот все это прикручивается... Вот вы видите отверстие, да? Все это прикручивается на радиатор. И, соответственно, мы получаем полноценную сборку с отражателем. Давайте еще раз подключим и посмотрим, как это все работает с отражателем. Вот, пожалуйста, как работает эта сборка с отражателем. Как по мне, так намного ярче светит. Все-таки отражатели свое дело делают. Вот, пожалуйста. Ну и, друзья, большой плюс в том, что этот отражатель, он как бы полностью сделан именно вот под вот такой формат диода. Как видите, все это красиво выглядит. Ничего лишнего. То есть, если вы будете делать самостоятельно светильник, то вам понадобится вот такой отражатель, алюминиевый радиатор и, в принципе, все. Ну и паяльник, конечно, чтобы это все припаять. Вот, покажу вам еще вот эту сборку крупным планом, для того, чтобы вы могли для себя рассмотреть ее более детально. Надеюсь, это видео вам было полезным. Если это так, ставьте пальцы и подписывайтесь на обновление канала. Если я что-то упустил, какой-то, может, нюанс не раскрыл, пожалуйста, оставляйте все вопросы в комментариях. И в следующих видео я обязательно раскрою тему, те нюансы, которые я пропустил. Ну а сейчас желаю всем добра, удачи и здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok